Из книги «Открытым оком», том 14. Сема Лапкин книги. Вопрос 2901. Как изменилось Ваше представление об издании книг после того, как соприкоснулись с этой деятельностью? Каждому ли то по плечу и какие главные препятствия у начинающих свое поприще литературной деятельности в вопросе издания? «Говорят о невозможности издать из-за стоимости. Так ли это?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «У меня за четыре года вышла 21 книга. Это дало определенный навык в поиске, изыскании возможности издать уже написанное. Главное же всегда будет само написание, тема, востребованность написанного. Лично я абсолютно уверена, что написанное мною переживет меня и будет востребовано через столетия. «Если таковые будут. К писателям себя отнюдь не причисляю, я просто молюсь и слушаю, что мне моя совесть на молитве подскажет. Говорю потому, что знающие больше моего молчат по трусости и корысти. Эти пороки и во мне, может быть, есть, но ни я, ни другие их почему-то не видят». Начну с цен на 12.12.2005 года в главном издательстве города Барнаула ГИПП «Алтай». Расчет взят на мою книгу «Открытым оком» 752 страницы. Бумага «Овсетная» фотографии на мелованной бумаге. Размер листа 140 на 200 мм. Переплет мягкий на льняной основе. Текст черно-белый. Одна вклейка в 16 страниц. Обложка в одну краску на 1000 экземпляров. Набор 17747 рублей. Верстка 13310 рублей. Корректура на два раза 8873. Итого только за изготовление материала на сдачу в типографию нужно затратить 39 930 рублей. Здесь я ничего не плачу, ибо набор делаю сам и верстку сам. Раньше верстал мой учитель в этом деле отец Нафанаил. Проповеди обрабатывает, перепечатывает с кассет на компьютер братья и сестры, а я текст дорабатываю. Вопросы иное полностью печатаю сам. Одна вклейка-вкладка черно-белая 16 страниц. 4428 рублей 54 копейки. Обложка 1455 рублей. Корректор у меня бесплатный. Трудится сестра Марина Дыбунова, во славу Божию. Подарю ей лишь книгу. В мягком переплете издание каждой книги я пользуюсь таким образом 152 рубля. Есть ли еще разные НДС, транспортные расходы, то в целом придется поменять. Печатаю в разных областях и в иной республике. Доставка тоже за мой счет. У нас эта книга идет на продажу по 100 рублей, да еще очень многое дарится бесплатно. Тут еще на нас расходы и за почтовые пересылки. Только 10 декабря 2005 года за пересылку почтовыми бандеролями и посылками пришлось мне заплатить 3054 рубля 50 копеек. За пересылку знакомому Белоруссию 5 книг взяли 681 рубля 30 копеек. Цены такие. Стихи церковь, свобода, тюрьма 50 рублей, симфонии на жития святых 60 рублей, для слова Божия нет уст 100 рублей, симфония на неэкономические книги 100 рублей, к истинному православию 120 рублей. Открытым оком первые 12 дома по 100 рублей, 13 и 14 дома по 150 рублей. Цены при продаже за 4 года не менял, хотя стоимость издания менялась уже более 5 раз за это время. Изготовление цветных вкладок на 64 страницах, на 64 страницы, макет, сканирование, цветовывод и фотовывод 9939 рублей 40 копеек. Форма, печать, бумага для вклейки, фотографии из цветных 33 814 рублей. Итого за фотографии из книги 64 страницы 43 053 рубля 40 копеек. Напечатание самой книги 105 945 рублей 12 копеек. Переплет твердый 10 620 рублей. Теснение текста на корочке и уголков 2 124 рубля. Итого 201 672 рубля 52 копеек. Мы продаем за 150 рублей. Автор назначает цену, чтобы можно было жить самому. Это же его труд. Если я добавлю всего лишь 50 процентов, то цена уже будет 300 рублей. Но продавцы в магазинах накладывают на эту цену еще 55 процентов. От назначенной автором стоимости книги. Значит, в магазине открытый МОКом 14 дом стоил бы 64 страницы цветных фотографий и 752 страницы текста. 413 рублей. У меня месячная пенсия 1300 рублей. За мусор и воду плачу в месяц 100 рублей. За телефон 200 рублей. Еще электрический свет, транспорт, уголь, дрова. За землю то расход в месяц за 2000 рублей уйдет. А как же питание, одежда? Понятия не имею. О ком речь идет? Живет ли этот человек на земле или только тень бродит? Решил наградить бесплатно 100 библиотек полным комплектом 22 книги. 2310 рублей один комплект стоит. Но как отправить? Издать-то богатому нетрудно, но кто будет читать, кто будет к книге обращаться? Примужде. Когда друзья советовали издать не в виде газетных листков, а в виде книги, я несколько лет отмахивался от этой идеи. Но потом понял, что книга намного долговечнее и хранить ее легче. Но вот издать без помощи добрых людей абсолютно невозможно таким, чей оклад, как у меня. Я начал с молитвы, с упования на Бога. Издание книг мною – это сплошное чудо Божие. Эфесянам 4.2. Бог богат и милостью. По своей великой любви, которую возлюбил нас, помогает и щедро дает. 2 Коринфян 2.14. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе, распространяет нами во всяком месте. Иоанна 3.34. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божие, ибо не мерою дает Бог Духа. 3 Царь 17.16. Мука в капке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа. Хвалиться нечем, ни большим, ни малым. Что ни возьми, ни наше во временном жилье, уж разве только прошлогодним салом, ни корпус стали, мешок в костей с жилеем. Посмотришь на срамной удавку, галстук болтается на пузе, и саркоме нарушить моду жалкий, испугался, нарвался на укол в преступнейшей паркоме, подкоме. Но похвальбою перекошен рот, газеты, радио, телевизионный брех, великодержавный зуд из-под лохмотьев прет. Срам нищеты сквозит из всех святых прорех, хваленных маршалов, секретарей душили, они же нераскаяно за жизнь свою хватались. Их трусость из геройства выперла, как шила. Да здравствует убийца, родной товарищ Сталин, презрение посмертное к трусливым, кто беспощаден был всего лишь день назад. Давно лежали в политбюро ослином, доносы стряпали, как вождь учил писать. Бог посетил тридцать седьмым псалмом. Припомнили молитву, отче наш, хваленое сгорело и ушло на слов в блевотины, в моче согнулись у параш. Хвалящийся, хвалишь, что знаешь Бога, что Библия тебе руководитель. И благовестием украшенные ноги взошли на горы, Иерусалим увидел. Видение неземное, слов не подобрать. И если свет фаворский нас коснулся, утишется, усохнет снизу страсть. Дух благовестия, и не надень обулся. Хвались и не стыдись, что примирился с Иисусом кротким, нежным и всесильным. Господь нас учит на орлиных крыльях, чтоб с Таеговой нам возвеселиться. 22 декабря 2005 года Игнатий Лапкин